Книги «Открытым оком» Сема молитвы. Вопрос 1260. Какую молитву читать при краплении квартиры святой водой? И куда девать остатки воска от свечей? Отвечает Игнатий Тихоншлавский. Не связывайте себя никакими рамками от и до, когда вы выражаете свои чувства перед Богом. Говорите свободно, открыто, как лучшему вашему другу, который знает о всех ваших просьбах прежде вашего рождения. Слова молитвенников и акаписов – это всего лишь постели больному для новоначальных. Все эти молитвы составляли такие же люди, как и вы. И в спокойной обстановке, с перстом в руке они выразили свою признательность, благоговение, страх вот в таких словах. Но у вас свой почерк, своя походка, свой темр голоса. Будьте как личность, развивайте свою индивидуальность, говорите своими словами перед Богом о том, что у вас на сердце. Говорите с благоговением, не пустословя по делу. Господи, Ты дал мне это жилище, мне так хорошо здесь. Я всем доволен. Хвала Тебе, мой Создатель. Воздай милостями Твоими тем, кто потрудился. Струй это жилище. Я так хочу служить Тебе и искренне сказать. Я и Дом мой будем служить Тебе всегда. И ныне прошу Тебя, Создатель неба и земли, изгони из этого жилища всякого нечистого духа и оградет всякого зла. Ты дал нам пособие и эту священную воду, как некогда тови и печень рыбы. Соделай, чтобы Дух Твой святой царствовал со мною, и я слушал его нежный голос. Через воды я получил очищение от грехов. Соделай так, как я прошу. Тебе слава за все. Вечной нераздельной Троицы. Аминь. Остатки воска без малейшей примеси можете собирать и перелить их в новые свечи или во время поста подмазывать им сковородки, потому что растительное масло термической обработки не должно подвергаться, нагреваясь, кипеть, так как от этого бывает рак кишечника и желудка. Филиппийцам 4.6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Богу нашему слава всегда, ныне и призна, и во веки веков. Аминь.